Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.05 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, добрый день. Светлана, добрый день. Большой привет всем слушателям, особенно нашим любимым женщинам. Я бы хотел, наверное, в предпраздничный день Сказать какие-то определенные свою точку зрения В отношении вас с женщин. От лица мужчин я тебе дарю весенний букет тюльпанов. О, спасибо. С 8 мартом тебя. Очень приятно. И в твоем лице я поздравляю вообще и дарю этот букет Всем нашим женщинам Российской Федерации, Кировской области. На самом деле я хотел что сказать. Я вот сейчас показываю камеру. Камеру, которая направлена на наш стол. Я бы хотел, наверное, что сказать нашим любимым женщинам. То, что, наверное, мы гордимся не «Газпромом» и «Роснефтью». Потому что мы все равно их не ощущаем. Ощущаем. Ну, ощущаем. Не суть. А мы гордимся именно нашими российскими женщинами. Красивыми, умными, активными. При всем при этом иногда хочу сказать, что очень терпеливыми. И очень хочу вам всем пожелать здоровья, любви, терпения. И, наверное, чтобы мы всегда, мужчины, вас ценили и берегли от любых невзгод. Наверное или точно? Я буду делать все, чтобы это было точно. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо за поздравление. Ну, перейдем к нашим вопросам. Так что еще раз всем к большим наступающим весенним праздникам. Да. Ну, вот раз такое поздравление последовало, я немножко перестрою сегодняшнюю программу. Хотела начать с другого. Я, пожалуй, немножко отодвину этот вопрос и задам вопрос о новой партии, которая может возникнуть буквально в ближайшее время. Оксана Дмитриева, петербургский политик, которая возглавляла петербургское отделение Справедливой России, собирается создать свою партию с тем, чтобы выдвигаться на выборы в Госдуму в 2016 году. Ну, в Петербурге, в Справедливой России происходят различные движения, так скажем. Как раз эти связаны с настоящими выборами в Госдуму в 2016 году. Вот, то есть они уже начались, эти движения. Да, они у нас начались, и я думаю, что в том числе и начались они фактически и в Кировской области, одновременно и в ЗАГС собрания, и в Государственной области. Вот почему мы вдруг вспомнили петербургского политика Оксану Дмитриеву, да? Потому что у меня есть ощущение, что вот, например, инициатива этого политического деятеля, она затронет и наших тоже деятелей. Например, у меня есть подозрение, и не только у меня, что Сергей Доронин тоже может, например, войти в такую партию. И вообще как-то оппозиционные силы могут перегруппироваться. Какие-то партии испытают отток своих членов. Вот я говорю пример «Справедливая Россия» кажется нам достаточно ярким, и войти в новую партию. И что тогда это будет за партия, и получится ли из нее что-то эффективное. Вот как вы оцениваете события, которые сейчас происходят? Если бы не получилась такая присказка, очень долго мучились. Если долго мучатся, что-нибудь получится, да? Значит, по поводу Оксаны Дмитриевой. Мне кажется, что это такой внутренний раздрайв внутри партии. На самом деле это связано в первую очередь... Всей партии или только питерского отделения? Я думаю, что такие вещи происходят во многих региональных отделениях, и они будут еще происходить. Потому что, в принципе, на сегодняшний момент партия готовится участвовать в выборной кампании. Автоматически у них возникают определенные проблемы с рейдингом партии. Потому что на сегодняшний день даже я не понимаю, человек, который немножко следит за политикой, да? Все-таки это оппозиционная партия или это партия власти? Мне до сих пор это непонятно. Вот есть подозрение, что эта оппозиционная партия потихонечку-потихонечку реформировывается в партию... Я думаю, что та часть, которая была более оппозиционной, она потихоньку-помаленьку оттуда или сама уходит, или ее изгоняет. При этом хочу сказать, что это, наверное, внутренние такие передвижения. Вопрос по Сергею Александровичу Доронину лучше задать, наверное, ему самому. При этом мы должны четко понимать, что никакую партию в нашей стране самой по себе создать нельзя. И, конечно, Оксана Дмитриева не сможет создать эту партию в ближайшее время, тем более участвовать в выборах Государственной Думы, которая будет в 2016 году. Потому что у нас есть определенный федеральный закон, где определены, кто участвует в выборах Государственной Думы. Это в основном четыре парламентские партии и те партии, которые имеют определенный процент количества своих представителей в законодательных собраниях. А что, Оксана Дмитриева этого не знает? Ну, я не знаю, что знает или не знает. Я думаю, что она все знает. Но мне кажется, что, по крайней мере, где я читал, я нигде не услышал и не увидел, что она сказала, что она будет создавать свою партию. Здравствуйте. Это предположение СМИ. Это не предположение СМИ. Это заявление Оксаны Дмитриевой, которое говорит, что она будет создавать свою партию. Пожалуйста, вчера опубликовали практически все центральные СМИ. Не вчера, а там 3 марта. Все абсолютно федеральные СМИ. Она заявила об этом совершенно открыто. И надо сказать, что если мы посмотрим на голосование, которое вчера коллеги на Московском Айхо устраивали и обращались к слушателям, поддержали ли вы новую партию Оксаны Дмитриевой, по телефону проголосовавших 702 человек 90% сказали «да», а в интернете 49%. Тогда мне скажите хоть одно название партии, которая сегодня существует в Российской Федерации, которая реально является оппозиционной, реально является востребованной определенной частью населения, которая может спокойно и существовать. Судя по тому, что заявляет Оксана Дмитриева, она и хочет создать некую новую оппозиционную партию, а народ, судя по голосованию, поддерживает создание такой партии. — Вопрос, кто ей это позволит и как она это сделает. И в данном случае твой вопрос, сможет ли какая-то определенная оппозиция вокруг кого-то собраться, у меня вопрос возникает «кого?» — Вокруг Оксаны Дмитриевой может собраться оппозиция? — Я думаю, что это будет очень трудный процесс. — Что это значит? — Ну, при всем моем положительном отношении к Оксане Дмитриевне, потому что, в принципе, она очень такой яркий депутат Госдумы, она очень часто говорит, на мой взгляд, правильные вещи, но при этом, как бы, вы знаете, в данном случае я хочу сказать, что, наверное, она не сможет, допустим, собрать вокруг себя тех людей, которые сегодня вообще фактически определяют какую-то часть оппозиции. Потому что у нас она совершенно разобщенная, и она совершенно разная. Тут и левая, и правая, и националисты, и там, и либеральное течение, всяких прочих. Сможет ли она вокруг себя все это сконцентрировать? Конечно, у меня очень большой вопрос. Не при том, что она, как бы, может быть, по своему характеру и по своему желанию, может быть, бы она смогла. Вопрос, кто ей даст. Мы сегодня говорим о том, что фактически мы сегодня имеем только системную оппозицию. Несистемной оппозиции у нас как таковой нет. Правильно я тебя поняла, что несистемная оппозиция в стране не нужна. Ну, это, по-моему, понятно всем. Она не нужна власти существующей, а самим-то людям, которые себя относят, может быть, так или иначе, к несистемной оппозиции, даже находясь в рядах системной, или даже находясь в партии власти Единой России, она... много у нас таких людей? Я думаю, что такие люди, они и есть. И, наверное, вернее всего, что потихоньку создание такой партии начинает быть востребовано в обществе. Но я думаю, что пройдет очень большой период времени, когда на самом деле это произойдет. Не к 2016 году? Ну, к 2016 уже все произошло. Все, что происходило в последнюю неделю, последний год в нашей стране, и то, что делалось на каналах, и то, что мы сегодня искали инакомыслия, национал предателей, пятую колонну, в общем-то, это все привело к тому, что, в общем-то, мы сегодня реально говорим, что мы вступили в 2016 уже год. Он уже идет, заходит, меняет, уничтожает и все прочее. Все наши мысли, расклады и все прочее. Из того, что ты сейчас сказал, я понимаю, что ты связываешь события минувшей недели, убийство, трагическую гибель Бориса Немцова с выборами? С выборами я не связываю. Я связываю, насколько сегодня есть востребованность власти именно в ту часть общества, которая готова с властью не ругаться, не драться, а просто спорить. В плане там, слушайте, вы говорите, что это черное, а мы говорим, может, это не черное, может, это розовое. Ну, как бы, у нас сегодня нет той площадки и нет, как бы, тех возможностей для того, чтобы парламенты наши были местом для дискуссии. Потому что в любой дискуссии рождается какая-то правильная идеология, правильные взгляды, какая-то правильная мысль, направление и вектор. Когда мы говорим, что ура, это все белое, и все кричат, да, это белое, это ура. На самом деле мы говорим, ребята, по-моему, это не белое. То есть ты имеешь в виду парламенты всех уровней? Всех, конечно. Всех уровней. Где-то они пытаются быть площадкой для дискуссии, где изначально нет таких шансов. Вот областное законодательное собрание Кировской области, что из себя представляет сейчас? Я думаю, что, на мой взгляд, мы все делаем попытки, чтобы это была площадка для дискуссии. По крайней мере, я лично и та часть депутатов, которая меня поддерживает. Понятно, что большая часть, конечно, депутатского корпуса не хочет быть площадкой для дискуссии, потому что им и так все ясно и понятно. Они пришли за другим. Они сидят по другим причинам и по другим мотивам. И в данном случае мы пытаемся сделать ее дискуссионной. А вас надолго хватит тех, кто хочет сделать это дискуссионной площадкой? Я за это ответить не могу, потому что по себе я чувствую, что даже под лозунгом, что я готов бороться и без надежды, иногда я ощущаю какой-то определенный внутренний формат того, что батарейки начинают немножко садиться. Усталость. Усталость она есть. Я не скрываю, и я никогда не скрывал, что, вернее, все же на следующий созыв я уже не пойду. Дай бог мне досидеть в этом созыве. Но возвращаясь к вопросу возможного создания новой оппозиционной партии, я в нее в ближайшие годы не верю. Ты бы, раз не веришь, то и не рассматриваешь возможность вхождения в нее, да? Я вообще не собираюсь в никакой партии вступать, входить. По крайней мере, на сегодняшнем этапе жизни я не вижу ту партию, в которой я мог бы реально найти свое применение. И я понимал, что мы фактически думаем и мыслим примерно при определенных дискуссиях одинаково. Ну, ты уже затронул тему, связанную с Борисом Немцовым. Естественно, каждый день мы начинаем практически обычно каждое особое мнение с того, что задаем вопрос о произошедшем каждому нашему спикеру, и тебе я тоже его задаю. как ты представляешь себе это событие, что оно для тебя значит? И теперь уже можно, наверное, прианализировать то, что за ним последовало. На самом деле, когда я в субботу узнал, рано утром для меня это был там шок всех выходных дней. Значит, я считаю, что это ужас. Я считаю, что это безобразие полнейшее. При всем при этом мы там еще буквально полгода назад говорили на вашем же эфире, что рано или поздно вся эта агрессия в телевизоре, она превратится в какой-то определенный формат. На самом деле, я не мог сказать, что на каком-то определенном этапе я был там сторонником или врагом Бориса Немцова. Честно скажу, что я к нему относился очень ровно. И на самом деле, иногда, почитывая его блоки даже на «Эхо Москвы», читал его работы по коррупции, по Олимпиаде в Сочи, я был очень ровен к нему там, да, вообще как бы. Но после того, как это все произошло, я на самом деле за 3-4 дня прочитал практически очень много всяких материалов, сюжетов, мнений по Борису Немцову. И совершенно у меня сложилось другое впечатление о том, что, в общем-то, это был совершенно нестандартный и, может быть, для нашей сегодняшнего времени несоответствующий времени человек, который, в общем-то, еще в 96-е, в 97-е годы, в тяжелые годы, да, говорил и делал так, как он, в принципе, это делал и через 10-15 лет. Это я к тому, что он первый принес Борису Николаевичу Ельцину полтора миллиона подписей нижнегородских людей, которые говорили, что воевать в Чечне нельзя, да, что война — это неправильно. Фактически проходит там 20 лет, и он тоже самое говорит, что война — это хуже, чем мир, да. По-любому он был сторонником мира. Плюс, конечно, его, там, отношение вообще к жизни, и когда человек практически достигает наивысшей, там, пика, он в какой-то период времени являлся преемником Бориса Николаевича Ельцина, значит, и потом, уйдя в жесткую оппозицию, и последние годы он спокойно находился на любых митингах, его арестовывали, и при всем при этом мы четко понимаем, что никакой корысти там у него точно не было, и он мог себе позволить уехать и жить в другой стране, он мог позволить себе молчать, и получил бы за это, как Кириенко или Чубайс, любые посты в сегодняшней системе, да. Ну, он поменял все это на совершенно другой формат, и для него было, мне казалось, и кажется сейчас еще больше, что вот именно вот это донесение правды и свободной страны, по всем ощущениям, да, и отсутствие агрессии в качестве войны, для него это был главный лозунг, и он реально без всяких, еще раз хочу сказать, на мой взгляд, претензий и желаний там быть во власти или там как-то этим воспользоваться, он точно это не преследовал. По одной простой причине он в свое время наелся этой властью, и в общем-то мог бы спокойно жить. И, наверное, вот все, что происходило последний год, это было одной из причин того, что мы сегодня даже, наверное, уже, может быть, ближайшие 10-20 лет никогда не узнаем, что реально произошло. Но скажи мне, пожалуйста, если бы это был не Немцов, то был бы кто-то другой? — Если мы сегодня говорим о том, что на фоне поднятия патриотических настроений, нахождения внешних и внутренних врагов, и если это нужно было как сакральная жертва, мог быть кто угодно, но понятно, что, на мой взгляд, это могли быть на сегодняшний день два человека. У них оба называются фамилии на Н, это Навальный или Немцов. Потому что это сегодня самые яркие лидеры той оппозиционной части, которая, в общем-то, сегодня, по крайней мере, есть на слуху. При этом я там четко могу сказать, что, и мне подтвердило это 1 марта, когда пришли десятки тысяч людей в его поддержку, которых поразило это жестокое убийство в центре города Москвы, буквально рядом с Кремлем. И прощание с Борисом Немцовым, что он был, наверное, все-таки не просто политик, он, наверное, был тем человеком, который, наверное, знала практически вся страна. Ты сказал, люди пришли не просто попрощаться, а в поддержку его, видимо, деятельности, да, ты хотел, его позиции. Все-таки его позиции. Позиция была очень простая. Человек хотел говорить просто свободно все, что он думает. Он готов был доказывать свою точку зрения. Он готов был к тому, чтобы все эти дискуссии не перерождались в какую-то агрессию стенка на стенку. Он готов был в любой форме это доказывать, рассказывать, обсуждать. Но на самом деле то, что я прочитал еще про Немцовия, он был принципиальный человек, но он был очень миролюбивый. Человек, который вообще никогда не воспринимал, я уже не говорю убийство, а вообще слово там война или какое-то насилие. Скажи, вот сейчас... Он публичный. На самом деле это формат публичного политика, когда его знают практически все. Что-нибудь изменится с этой смертью? Я думаю, что принципиально сейчас ничего не изменится. Потому что, я еще раз говорю, мы никогда, наверное, в ближайшие десятилетия не узнаем правды всей этой ситуации. Сегодня очень много ходит версий. Они там совершенно разные. Нет, я имею в виду в головах людей что-нибудь изменится. Как это повлияет? Или это все забудется? Этот марш забудется? Вернее, это очередь, которая стояла на прощении? Слушай, Свет, наверное так. Что происходит? Вода точит камень. Я думаю, что правда, она как вода. Она всегда находит выход, и она выходит. Она находит ту дорогу, по которой идет. Что ты имеешь в виду сейчас? Я имею в виду, что однозначно во многих головах это отложится. Реально, я думаю, что в каком-то периоде времени его будут очень сильно вспоминать, как человек, который хотел просто, чтобы Россия была развивающейся страной, свободной. А то, что Борис Немцов войдет в историю этой страны. Да, я не исключаю, что, может быть, пройдет время, и его именем будут называть улицы. Это понятно, но там так и останется в истории? Или все-таки... Нет, остаться в истории это уже много. Потому что, вот смотри даже, вот те люди, которые пришли, это желание прощаться. Я думаю, что сегодня он даже мертвый показал живым, которые его не любили, и которые там всяко над ним издевались последние годы, что он крутой парень, потому что к нему пришли люди, а к ним не придут. Большинство тех людей, которые сегодня как бы сидят в кабинетах и считают, что они там, извините, там такие выдающиеся и крутые, к ним столько не придет. И они это реально понимают. И они говорят, и слава богу, они умирать-то не хотят. Немцов тоже не хотел умирать, но для них, мне кажется, это не показательно. Мы говорим о том, что все-таки он им показал, что все, что он делал и последние годы, и то, как он жил, для большинства, очень большой части населения, думающих, это был определенный пример. И они пришли и доказали. А для тех, как ты говоришь, то есть, я так понимаю, для власти имущих, ты думаешь, это какой-то пример? Слушайте, я не хочу думать о власти имущих. Хорошо. Понимаешь, вот мне вот до них, понимаете, это люди живут своей жизнью, они не хотят ни о ком думать. В первую очередь, они не хотят думать о своем населении. Давай как раз о власти имущих поговорим, потому что задержание губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина тоже все освещали, и, наверное, это касается абсолютно каждого, потому что тоже выдающееся такое задержание на рабочем месте, крепко сидящего, можно сказать, губернатора, достаточно хоть и небольшого, но богатого края. Как ты это оцениваешь мероприятие? Я тебе сразу, конечно же, процитирую сообщение господина Маркина, который сказал, что задержание чиновника столь высокого уровня подтверждает решительность государства в борьбе с коррупцией. Отличный вообще посыл. На самом деле, я никак к этому не отношусь по одной простой причине. В смысле, ты не рад, не не рад, тебя это вообще не задевает? Я просто слышал, у нас последний посыл президента пять лет назад о начале борьбы с коррупцией. В данном варианте мы возвращаемся сегодня с федерального уровня, где главным посылом на тот момент, и все каналы буквально три-четыре месяца пестрели ситуации Сердюков-Васильева. И мы знаем, чем это закончилась борьба с коррупцией по отношению к Сердюкову и к Васильевой, которая до сих пор ходит по самым дорогим магазинам Москвы, и, в общем-то, все в порядке у них. Точно так же мы возвращаемся на региональный и городской уровень. Мы все люди живые, мы все люди, которые умеем читать, слушать и видеть. Я не думаю, что кто-то сейчас из наших слушателей скажет, что он как-то ощутил эту борьбу с коррупцией. При этом я хочу сказать, что вот эта Сахалинная окота, которая началась именно в Сахалине, ведь обычно охотятся в определенных местах. Ну вот в этом варианте нашли Сахалин. Нашли, не знаю, по каким причинам того губернатора, но на самом деле я буквально начал читать его историю, когда он стал губернатором в 2007 году. Значит, буквально он стал известный в 2012-2013 году, когда были кем-то опубликованы его затраты из областного бюджета, во-первых, на покупку машин. На улучшение имиджа губернатора. На улучшение имиджа я хотел дальше сказать. Вообще, как бы на покупку машин в пределах 8-9 миллионов рублей, это ему и его окружению из областного бюджета, плюс на ремонт зданий резиденции губернатора где-то примерно 860 миллионов рублей. И при этом он еще умудрился завести статью. 680 миллионов. 680 это на имидж губернатора. На имидж губернатора. А 860 на здании еще? Да, да. И 680 миллионов он потратил в 2012-2013 году на свой имидж. Значит, если мы это все сложим, то это получается где-то примерно полтора миллиарда рублей. Значит, то я вам хочу сказать, что если просто перевести вот этого товарища фактически там в какие-то понятные цифры, фактически можно было целый год половины муниципальных образований Кировской области спокойно на эти деньги жить, при том, что там живет громаднейшее количество наших людей. то никого это вообще не задевало, никто на это внимания не обращал. То вот в принципе то, что он есть такой, ни для кого это не было никогда секретом. Потому что если человек позволяет себе такие суммы записывать в бюджеты, и я однозначно думаю, что там есть депутатский корпус, и никто об этом никогда не говорил и не спрашивал, то говорит, что в общем-то был дан зеленый свет, на который он спокойно ехал. На дорогих машинах Мерседес, там полноприводных 500-х Мерседесов. Кем был дан зеленый свет? Ну, значит, властью, кто у нас сегодня фактически там курирует губернаторский корпус, это администрация президента. В общем-то никто не считал, что это неправильно так жить. Почему же сейчас тогда? Ну, значит, сегодня есть какой-то определенный посыл, когда мы видим сегодня, что фактически, как мы где-то обсуждали еще в том году, я говорил, что там, когда нам пытаются населению холодильник поменять на телевизор, и когда человек смотрит телевизор с утра до ночи, там, безумный этот телевизор, да, он не понимает, что происходит в холодильнике. Но рано или поздно он возвращается обратно к холодильнику и видит, что в холодильнике не происходит ничего. И то, что сегодня уже за год, видимо, люди наелись телевизора, и они начинают там смотреть, а почему сегодня у нас появились платежки капремонт? Совершенно непонятно. Причем тут платежки капремонта и хорошая? Подожди, хорошая, я сейчас объясню, при чем. Притом мы видим, что сегодня уровень жизни падает, цены в магазинах растут, безработицы увеличат. Люди начинают отвлекаться от процесса, значит, они от войны перейдут к тому, что а почему мы так плохо живем? И снова возникнет вопрос коррупции. Потому что коррупция сегодня в России это главный фактор разрушения всего, чего есть. И, понятно, идет формат на опережение. Вот сегодня выбрали такого-то губернатора, показали, что нет, коррупции-то в общем-то нет, и наш президент борется с этой коррупцией. Вот смотрите, берут действующего губернатора прямо в кабинете, и, как бы, смотрите, борьба идет. То, в принципе, сегодня никто ни от чего не застрахован. То просто идет формат на опережение для того, чтобы никто не отвлекался от телевизора. И телевизор снова притягивает, что там кроме Украины еще есть губернаторы, которые очень много воруют. Из этого, наверное, фактически то население, где он ворует, очень плохо живет. То есть Украина, Украина, и своим хозяйством мы тоже занимаемся. Это посылок власти. Да, когда-то Украина должна закончиться, рано или поздно. Потому что я вижу, что уже население уже не реагирует на этот формат. А они в основном уже сегодня личные карманы, и личные проблемы они больше интересуют внутри региона, города или страны, чем проблема для нас украинской. Это особое мнение Дмитрия Русских, депутата ОЗС Кировской области. Я позволю себе процитировать последние строки из свежей реплики Антона Ореха, сайта Эхо Москвы. Давайте спросим, как вы считаете, Хорошавин такой один, а прочие губернаторы, мэры, прокуроры, суди... Да все одинаково. Все до единого честны, как у них с имиджем дела обстоят, и сколько их имидж стоит. Ну, вот мы через две минуты после рекламы перейдем к имиджу наших городских властей, поскольку определена тоже сумма, которая будет потрачена на улучшение имиджа городских властей. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает Дмитрий Русских, депутат областного собрания Кировской области. Итак, мэрия готова заплатить 1 миллион 400 тысяч рублей субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, которые займутся прокатом видеосюжетов о представителях власти. Тра-ля-ля там разные требования. Это обычный конкурс, ежегодный. Сюжеты должны транслироваться с 19 до 21 часа. Главное, что эти сюжеты должны быть направлены на улучшение или поддержание хорошего имиджа городских властей. Не очень большая сумма. Не знаю, станешь ли ты ее обсуждать. Но вопрос, который я тебе задам... Дело не в сумме. Я задам тебе, каким ты сейчас, в данный момент, видишь сформировавшийся имидж властей города Кирова? Но если они ставят так посыл и выделяют полтора миллиона рублей при скудности сегодня наших всех бюджетов и невозможности там фактически оплачивать даже то, что в первую очередь необходимо, это касается детских садов, школ, больниц и даже льготного проезда пенсионеров, то, наверное, в первую очередь они делают посыл, что имидж-то у них не положительный, а вернее все, что отрицательный. И в данном случае, если, как бы говорится, если нет действия, зачем делать противодействие? То как раз мы сегодня и говорим о том, что вся попытка сегодня создать какой-то положительный имидж, особенно за полтора миллиона, ну, понятно, что это смешно. Я думаю, что вообще имидж власти не создается по телевизору за деньги. Хотя, конечно, ее можно создать на какой-то период времени. И то, что мы сегодня видим, что происходит там вообще в экономике, Кировской области, города Кирова, так как мы тут живем, значит, мы не видим сегодня вообще, в чем изменилась работа сегодня городской власти. Вот я смотрю по телевизору, у нас есть имиджмейкер, глава города Владимир Васильевич Быков, который ездит, режет какие-то ленточки, рассказывает какие-то сказки, при всем при этом не сократив свою заработную плату, не отменив свои премии, не отменив санаторно-курортное лечение. И ездит на нашей дорогой машине фактически по бездорожью, потому что его дорогая машина, наша, которую мы ему купили, она, в общем-то, не соответствует сегодня тому уровню, на самом деле, как бы состояния нашей городской, вообще города, в плане бюджета, экономики, социальной жизни и все прочее. То он живет совершенно другой жизнью, при всем при этом, говоря, в эфире, ну, если кто-то за его имиджем следит, значит, я надеюсь, что кто-то хотя бы следит, что он тоже очень тяжело переживает кризис и тоже будет скоро экономить, потому что, наверное, будет экономить на продуктах, потому что начинается пост. Когда я это услышал, я думаю, это кто вообще придумывает и кто такой вещик говорит? Мы сегодня все взрослые люди понимаем, что если сегодня поститься именно в пост, при его зарплате, то это гораздо дороже, чем просто питаться. А если мы говорим о том, что он на самом деле хочет там как бы сэкономить, ну, тогда надо все-таки подать пример, как это сделать, потому что у нас там 90% населения постятся круглый год. Ты знаешь, вот когда мы начинаем говорить о городских властях, обычно все разговоры, раньше они сводились с двум фамилиям, и на первом месте обычно фигурировал господин Драной, которого и так и сяк, ну, да, у него фамилия, как-то ему так, да, его во все... А на втором месте был Владимир Васильевич Быков. Сейчас Дмитрий Драной ушел, и остался Владимир Васильевич. Нет, он не остался, он всегда был. Просто бочки очень аккуратно все скатывались на господина Дранова. Дранова, да. А сейчас вроде бы катят на Быкова. Подожди, я хочу спросить. Мы не катим на Быкова. Мы говорим реальные вещи о том, что мы не видим сегодня, что предлагает глава города, который говорит, что он все решает. И мы все прекрасно знаем, что без его команды даже муха не пролетает в городской администрации и в этом здании. Мы там точно говорим, что когда мы обсуждали вопрос о застройке наших парков и скверов, очень уважаемая моя женщина, которая была главным архитектором в советское время, сказала, что у нас один главный архитектор в городе, это господин Быков. То в данном случае мы говорим, что давайте мы все-таки, если человек одел на себя звание глава города, то он должен за все отвечать. У нас просто мало времени. Я еще один хочу вопрос себе задать, но чтобы вот этот завершить, вот хорошо, то есть об имидже городской администрации, вообще городских властей судят по одному человеку у нас, ты считаешь, Владимиру Васильевичу Быкову? Да нет, судят, конечно, по всей работе администрации города. Давай поставим оценку на работе администрации города. Подожите, то в данном случае может быть все-таки администрации города с телевизора уйти, и все-таки заняться реальными делами, а горожане это увидят очень быстро. Если мы будем чистить нормально дороги, улицы, пешеходные площадки, мы не будем в скверах строить безумные дома, точечные застройки, а будем там развивать спортивные детские площадки. Давайте мы создадим все условия для горожан, чтобы мы были горды. Нам не надо тогда показывать по телевизору, как работает городская власть. Мы знаем, что она работает хорошо. Если мы спросим сегодня, допустим, жителей Казани, довольны ли они городской властью, я думаю, что там процент будет совершенно другой по отношению к нашей городской власти. Мы говорим о том, что сегодня вы покажите делами, а не картинкой то, что вы работаете. Я еще раз говорю, что я сегодня, как житель города Кирова, я их работу не вижу. Я, наоборот, ее вижу, что она только ухудшается, потому что мой город превратился, извините, в большую деревню, где ни проехать, ни пройти нельзя. Точечная застройка, безумное уничтожение всех скверов и парков. Это не просто место отдыха, это экология города. То мы в данном случае говорим, слушайте, ну хватит уже вроде издеваться, но мы уже все прекрасно слышали и знаем, что вы нам расскажете, что надо сплотиться, не надо раскачивать лодку, что мы все кризисы переживем. Так вы переживите эти кризисы вместе со своим населением, с кировчанами. А не так, как жили, так и живем. Как лечились, так и лечимся. Как зарплаты получали громаднее, так и получаем. Дмитрий Михайлович, полтора миллиона, чуть меньше, чем полтора миллиона, это не такие большие деньги на целый год. Должны же городские власти иметь возможность выйти в СМИ и рассказать свои работы. На полтора миллиона можно посмотреть по-разному. Кто-то может сказать, что это небольшая сумма. Я говорю, что у нас детская немножко спортивная школа команды Родины чуть не закрылась из-за полтора-двух миллионов. А там занимаются 400-500 детей. Это была история, она никуда не делась. Другой вопрос. Должны же иметь возможность городские власти выйти в эфир и рассказать о своей работе. В эфир не надо выходить. Вы идите и разговариваете с населением, которое ходит по вашим улицам, ездит по вашим дорогам. Есть куча... У меня сегодня нет фактически никакого эфира. Я знаю, как живет наше население. Я потому что постоянно везде с ними разговариваю. Вот вы опуститесь на землю. Поймите, что идет социально-экономический кризис, который, в общем-то, будет еще хуже сказываться на том, что к вам отношение будет меняться, потому что все видят, что вы не меняетесь даже в кризис. По делам вашим вам воздаются. Конечно. Конечно. Не надо заниматься там... А то я уже рассказывал. Помните, была история, когда там был еще, по-моему, главой администрации города Мачехин, который ездил и показывал по телевизору, как он открыл после ремонта навятскую баню. Ребят, ну это ж позор для власти. Баню открывать после ремонта в Навятске. Вы что, с ума сошли, что ли? Это особое мнение Дмитрия Русских, депутата областного законодательного собрания Кировской области. У нас остается не так много времени, и, наверное, все это время мы посвятим вопросу, который я вынесла после вчерашнего высказывания Азиза Агаева, который здесь же, в этой студии, практически его поддерживаю, я прочитал тоже. Сейчас я в этой программе давал оценку, приговору Сергею Матковскому, бывшему директору МУП Горэлектросеть, который признали виновным в злоупотреблении полномочиями, но переквалифицировали обвинения и так далее. Ну, все очень подробно, кстати, написано в бизнес-новостях, там ребята писали репортажи с каждого практически судебного заседания. Я хочу привести цитату для наших слушателей, раз ты читал, для наших слушателей цитату из Азиза Агаева, которую приговор оценивает следующим образом. Хорошо, говорит он, Матковский осужден, но мы понимаем, что сам Матковский, сам, то, что сделано, делать бы не стал. То есть в том, с чем его обвиняют и по поводу чего его осудили и штраф ему назначили. Он говорит о том, что должны нести ответственность люди, Азиз Агаев говорит, который отвечает за создание системы контроля и за сам контроль над такими предприятиями, над МУПами, например. Если мне скажут, что есть у нас система, у нас все хорошо, то тут два варианта. Либо люди, которые руководят этой системой, замешаны в этом деле, либо они некомпетентны. И третий вариант, система неправильно выстроена, не работает. В том, в другом, в третьем случае должен нести ответственность какой-то руководящий человек, который не создал систему, либо замешан в этом деле, либо некомпетентен. Где, говорит, оргвыводы? Ну, и он еще говорит, что в который раз уже такое мероприятие, как суд над... Это был троллейбусный парк, помните? Много-много-много. Там много было случаев, когда фактически... И он говорит, что нет оргвыводов, а должность и ответственность все-таки человек, который в администрации, в управлении занимает соответствующую должность, контролирующую. И тогда снова мы возвращаемся, что нужно за все отвечать, что происходит в здании, не перекладывая ни на кого и не уводя стрелки глава города. Что он должен был сделать в данном случае? Вот давай вот этот случай... Смотри, скажу, может, те вещи, которые не все знают, но это моя точка зрения, которую я там знаю. Я бы хотел вернуться в 2012 год. Это безумные выборы в городскую думу, когда мы все четко помним, когда всю оппозицию залили грязью, и был такой героический человек, в кавычках, Рудольф Стародумов, который пытался не пустить АПГ во власть. Значит, при этом... Организованы при струпной группировке. Да, 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 группировке, которая оказалась там сразу три партии, «Справедливая Россия», КПРФ, две, и еще Туруловская. В данном случае, на самом деле, мы знаем, кто это все организовал. На самом деле, из трех человек два сегодня находятся там в определенных судебных процессах, а один периодически живет за границей. Значит, мы точно потеряли героического нашего борца с преступностью после буквально трех месяцев его активной жизни во время выборной кампании. Рудольфа Стародумова, я имею в виду. Значит, он который уникальный человек, который даже сам себе выбивал окна и клал венки у своего офиса, говоря, что это с ним так борются преступности, его предупреждают. Ну, я думаю, что человек просто, наверное, очень любил смотреть фильм «Однажды в Америке» или «Человек со шрамом». Ну, просто у него совершенно нездоровая там психика, мне кажется, потому что такой человек сам себя хранит, он реально, его надо проверять. Ну, не суть дела там, да. Вот вся эта грязная формация. И как это все происходило. И окончание всей этой выборной кампании, когда в день выборов раздавали по 500 рублей, а количество розданных денег составляло примерно то, что я примерно знаю, это моя точка зрения, 150-200 миллионов, то вопрос, может любой человек задать, кто нас слушает, а кто за это за все платил. то я вам там откровенно говорю, что за это все платили две коммерческие структуры, всем известные, которые, в общем-то, изначально понимали, что они вкладывают эти деньги, они захватывают в очередной раз, удерживают свою власть в городе, при этом они уже четко понимали, что им должно отойти. В том числе попал туда МУП «Горэлектросеть». То, что отошло этим коммерческим структурам. Не отошло, должно было отойти. Должно было отойти. А для того, чтобы это должно было отойти, господин Матковский должен это было предприятие привезти из прибыльного в убыточное и довести до банкротства. И вся та процедура, когда он начал раскидывать деньги налево-направо, об этом знают все работники, кто там работал, значит, понятно, что это не была его инициатива. Это была определенная как бы команда тех людей, которые его туда поставили и сказали, что ты все делай, все будет хорошо, тебе ничего за это не будет. Скажи мне, пожалуйста, эти люди сейчас находятся в администрации или эти люди за ее пределами? Кто это все организовал, они не находятся в администрации, но люди, которые туда поставлены ими, они там и так и работают и продолжают как бы там работать. То есть бессмысленно ждать оргвыводы? И смотрите, самое печальное другое, оргвыводов никаких не будет. Значит, при том, что это была спланированная акция, точно так же, как вы помните, что как раз Рудольф Стародумов, который был героический человек-борец с АПГ, мне казалось, что мы должны были как раз его услышать, когда была у нас арестована недавно дело по Прокопьевской группировке. Я думал, что это дело Стародумова. Он, я думаю, что разоблачил эту группировку, но, к сожалению, Рудольфа мы не услышали в этих сводках, и он все-таки где-то пропал, при этом пропал очень интересно. Если кто не знает, он сегодня работает зам генерального директора МУП «Водоканала». Хорошая зарплата, хорошее место. Как мне говорили там в интернете, я читал, друзья многие говорили, что после выборов они Рудольфа Стародумова увидели на совершенно новой машине, которая не соответствовала его бывшим заработкам. Все его купили? Ну, я не знаю, как хотите это называйте. То в данном случае он тоже все очень хорошо работает, и всем, кто участвовал в той грязи и в захвате удержания власти в городе, они все сегодня сидят в МУПах, они сегодня все работают, они все счастливые, правда, от ихнего счастья нам становится несчастливее. То в данном случае хочу сказать, что точно такое же дело Матковского. Ему тогда сказали, ты делай, что тебе сказали, тебе за это ничего не будет. Да? И мы сегодня видим, что фактически, правильно сказал Азиз, что ему, в общем-то, 150 тысяч при тех... 180 тысяч. 180 тысяч при тех растратах, которые были, и что была попытка рейдерского захвата МУП гор-электросеть, она фактически там обошлась всего в 180 тысяч рублей. У нас закончилось время нашей программы, к сожалению. Я напоминаю, что сегодня вы слушали особое мнение Дмитрия Русских, депутат областного законодательного собрания Кировской области. Да, спасибо всем. Еще раз всем с праздником. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM